Госпожа председатель, поддерживаем инициативу Алжира по СОЗову сегодняшнего срочного заседания Совета Безопасности для обсуждения невыносимой гуманитарной ситуации на севере сектора Газа. Благодарим исполняющую обязанности главу УКГБ Джоэль Фисую за обзор разворачивающейся на наших глазах человеческой трагедии. В условиях непрекращающихся уже более года бомбежек ВВС Израиля гуманитарное положение в Анклаве действительно ужасает. Количество убитых, раненых и узувеченных гражданских лиц, среди которых женщины и дети, потрясает. Только за последние сутки было убито 55 палестинцев, более 329 раненых. Масштабы голода шокируют. Все население Газа нуждается в срочной продовольственной помощи. Массовые перемещения людей и приказы об эвакуации стали обыденностью, в то время как бежать, по сути, уже некуда. В разных районах сектора обстрелом подвергаются школы, больницы, лагеря беженцев. Американские СМИ приводят комментарии врачей-добровольцев, работающих в больницах ГАЗа, согласно свидетельствам которых практически ежедневно они сталкиваются со случаями огнестрельных ранений в голову у несовершеннолетних от 2 до 12 лет. Получается, что флагуон не только не защищает мирное население, гуманитарных работников и гражданские социальные объекты, но и как будто становится прямой мишенью для Цахала. Все гуманитарщики, включая сегодняшние докладчики, в один голос говорят, что безопасных мест в ГАЗе нет. И это не фигура речи о горькой действительности. Госпожа председатель, вот уже две недели международное сообщество наблюдает, как израильские войска наносят интенсивные авиаудары и проводят силовые наземные операции на севере сектора ГАЗа. Поступают сведения о сотнях убитых палестинцев, в том числе детях. Только на днях 13 октября произошел очередной возмутительный удар израильских ВВС по школам и в лагере беженцев Нус-Ираб, в результате которого погибли по меньшей мере 22 человека, включая 15 женщин и детей, а 80 человек получили ранения разной степени тяжести. Еще пятеро несовершеннолетних стали жертвами авианалета в лагере беженцев Шаты на севере Анклава. Уже более недели продолжается военная операция Цахал по осаде лагеря Джабалия, где от бомбардировок, недоедания и жажды могут погибнуть сотни тысяч человек. При этом единственная работающая в городе пекарня была разрушена очередным израильским авиаударом, а более 400 тысяч человек оказались отрезанными израильскими военными от продовольственной медицинской помощи. И это в условиях, когда Всемирная продовольственная программа не осуществляет поставки продуктов питания на север сектора газов, а пункты выдачи продовольствия были закрыты из-за интенсификации боевых действий. К сожалению, это согласуется с тиражируемыми сообщениями СМИ о реализации Израилем некого плана генералов Цахал о губблокаде Севера и выдавливании населения с этих территорий. Очень надеемся, что эта ужасающая информация не подтвердится. В этом контексте мы присоединяемся к реакции генерального комиссара Бапору Филиппа Лазаринина на эту ситуацию, который призвал Израиль проявить мужество и гуманность, подчеркнув при этом, что жители северной части сектора стоят перед выбором «Покинуть свои дома или умереть с голодом?». Госпожа председатель, социально-экономический урон, который нанесен сектору за прошедший год, просто колоссальный. По оценкам ООН, ВВП Анклава снизился настолько, что до предкризисного уровня экономика будет восстанавливаться почти 70 лет, а на восстановление критически важных объектов инфраструктуры потребуется по меньшей мере 80 лет. И это расчеты, исходя из ситуации на начало 2024 года, в то время как массовые разрушения продолжаются каждый день. Беспрепятственная доставка гуманитарной помощи палестинцев в текущих условиях имеет чрезвычайно важное значение. Однако и здесь мы наблюдаем серьезные проблемы и чинимые Израилем ограничения, а сами гуманитарщики регулярно подвергаются обстрелам и задержаниям. В общей сложности убито более 300 гумработников, что уже охарактеризовало 2023 год в качестве самого смертоносного для гуманитарщиков года за всю историю. ООНовцы бьют на БАД. 2024 год имеет шансы побить все рекорды по количеству смертей. В этой связи не выдерживают никакой критики законопроекта КНЕССИТА о запрете деятельности в опор на территории Израиля и об отзыве иммунитетов и привилегий его сотрудников. Напомним, что агентство является фундаментом гуманитарного крала ООН в Палестине и обладает уникальными возможностями в сфере предоставления социальных, образовательных и медицинских услуг. В случае принятия этих законов под угрозой оказываются не только жизни палестинцев в Газии и Назбри, но и перспектива оказания помощи палестинским беженцам в соседних арабских государствах – Сирии, Ливане и Иордании. В дополнение к стремительно деградирующей ситуации на ОПТ и финансовому кризису с провоцированным отказом Соединенных Штатов от донорской поддержки БАПОР, это рискует окончательно поставить крест на деятельности агентства. Похоже, что именно этого Израиля добивается. Несмотря на все это, Вашингтон без оглядки на мнение международного сообщества исправно накачивает своего ближневосточного союзника оружием, обеспечивая ему при этом политическое прикрытие и блокируя любые попытки Совета Безопасности остановить безжалостную израильскую военную машину ответственную за многочисленные преступления против кризискинского народа. Госпожа председатель, подобные односторонние и безнаказанные действия по созданию необратимых фактов на земле являются грубейшими нарушениями обязательств Израиля, как оккупирующей державы, вытекающих из Женевской конвенции, принятых 75 лет назад. По иронии судьбы, во многом для защиты подвершегося нечеловеческим страданиям еврейского народа во время Второй мировой войны и для предотвращения любых преследований по национальным признакам будущего. Израиль, безусловно, имеет право на обеспечение безопасности, однако путь к этой цели, вне всякого сомнения, лежит исключительно через всеобъемлющий процесс ближневосточного урегулирования и исправления исторической несправедливости в отношении Палестины путем создания независимого палестинского государства в соответствии с решением Совета безопасности Генеральной Ассамблеи Орд. Как мы уже не раз убеждались, любые другие односторонние схемы по замирению Израиля со своими соседями без справедливого решения палестинского вопроса к этой цели не приведут и способны лишь спровоцировать вспышки насилия подобной той, которую регион переживает сейчас. Госпожа председатель, мы неоднократно заявляли, что выступаем против насилия и терроризма во всех его проявлениях, против атак в отношении мирных жителей в любом месте, в любой стране. Это касается и нападения на мирных израильтян 7 октября 2023 года, которые мы сразу безоговорочно осудили. Оправданий таким действием быть не может. Как не может быть оправданий происходящему в Газе, коллективному наказанию и тотальному уничтожению гражданского населения. Убеждены, что нынешняя катастрофическая ситуация может и должна быть урегулирована исключительно политико-дипломатическими методами. Для этого необходимо обеспечить выполнение профильных решений Совета безопасности, немедленно остановить кровопролитие в регионе и, самое главное, гарантировать реализацию законного права палестинцев на собственные государства в границах 1967 года со столицей Восточным Иерусалимом. Действовать надо немедленно. Мы должны заставить стороны конфликта безотлагательно установить режим прекращения огня в Газе, сопровождаемый обменом заложниками и заключенными, и организацией полного и беспрепятственного углом доступа в сектор. Это не только позволит перезапустить процесс мирного регулирования палестинского вопроса по формуле двух государств для двух народов, в поддержку которого мы все неизменно выступаем, но и будет способствовать деэскалации напряженности во всем регионе Ближнего Востока. К сожалению, принятое в июне по настоянию наших американских коллег резолюции 27.35 обеспечить прекращение огня не может, так как завязано на исход весьма сомнительных переговоров, которые к тому же сейчас даже не ведутся. Хочется верить, что в Вашингтоне признают, наконец, этот очевидный факт и не станут больше саботировать соответствующие новые инициативы Совета. Мы такие инициативы готовы поддержать. Напоминаю, что рычаги и необходимые проверенные временем инструментарии для решения этих задач у членов Совета Безопасности имеются. Мы все о них прекрасно знаем. Осталось лишь найти политическую волю, отказаться, наконец, от узкокорыстных геополитических интересов и четко и недвусмысленно потребовать немедленного прекращения огня. Мы видим, что все члены Совета Безопасности, кроме одного, готовы это сделать. Нам непонятно в этой связи, почему все остальные члены Совета должны разделять ответственность за творящиеся в Газе безумие, если прекратить его не позволяет только один из его членов. Поэтому просили бы всех тех, кто будет выступать после нас, не ограничиваться общими призывами к Совету, а персонифицировать свою упреки тому государству, который несет за это персональную ответственность. Благодарю вас.